Всем привет! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Саша, если вы здесь новенький. А сегодня у нас очень классное и интересное видео, плюс у меня розовые волосы, если вы еще не видели, поскольку жизнь коротка, мы молодые, пора-пора, знаете, можно поэкспериментировать, что-то сделать веселое, так что напишите внизу в комментариях, вам нравится, не нравится. Вообще, если вам не нравится, не нужно мне писать в комментариях, такой негатив мне не надо. Если нравится, то, пожалуйста, отпишитесь. К сожалению, такие краски смываются очень быстро, так что это, знаете, на пару недель. Повеселиться, может быть, потом еще раз покрашу. Сегодня я хотела вам рассказать про американские школы. Вы меня спрашивали, а вообще про мою школу, потому что моя школа, это не то, что, знаете, много людей, черлизинг, футбол, все подряд, это совершенно другая история про город, в котором я жила первые два года в США, про то, какая у меня была школа, вам было интересно, я вам рассказывала некоторые маленькие детали, как я переехала, еще что-то, и хочу продолжить в этом, в этом видео, я не знаю. У меня такой, каждый раз я сажусь, у меня уходит на это пару минут, чтобы так размяться, размяться, размяться и войти во вкус. Вообще, я хотела рассказать чуть-чуть предысторию, уже ее немного рассказывала, но если кто не слышал, то как вообще, каким образом я попала именно в то место, в которое я попала. Если вы хотите полную версию, у меня есть это на канале где-то, как я переехала в Соединенный Штат. Я переехала в город, который называется Пейзлей, когда мне было 15 лет, в этом городе, вам нарисую картинку, живет 250 человек, не 250 тысяч, 250 человек, и это город так называемый. И я из Санкт-Петербурга, кто не знает, из большого города, то есть для меня 250 человек, что это такое вообще? И в школе у меня было 35, от 35 до 40 человек, то есть такая очень маленькая-маленькая школа и просто малейший город. Причина, почему я поехала именно туда, это по программе, в которой я поехала, она была безумно дешевая, там нужно было сдавать всякие экзамены и тесты, и из-за того, что ты практически ничего не платил за это, тебя отсылали куда угодно, то есть у тебя не было выбора, куда ты поедешь. Тебе хотели, чтобы ты узнал настоящую Америку, не всякие Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, потому что это не Америка, а вот реальную Америку, так что меня отослали подальше в Орегонскую деревню. И какого-то такого выбора сказать, да, нет, хочу туда, не хочу туда, у меня не было. Ты либо едешь, либо не едешь. Так что вот вам предыстория, почему я оказалась именно там. Это не был какой-то мой выбор, еще что-то, но это был интересный такой экспириенс, for sure. Значит, как я вам сказала, школа безумно маленькая, 35-40 человек, это, как, знаете, как частная школа, но кроме там частных своих охранников и богатеньких детишек на Геленвагенах, у вас дети в ковбойских аутфитах, в шляпах, в ковбойских сапогах, не так, как и журналы, да, и такие fashionable, нет, а вот реальные рабочие ковбойские сапоги, там, с коровами, с хрюшками, совсем подряд. И для меня это был просто такой культурный шок. Так, извиняюсь, у меня камера прервалась, как всегда, я не помню, на чем я остановилась, но вы поняли, ситуация такая необычная в этом городе. Может, для кого-то она знакома, для кого-то незнакома, но для человека из Санкт-Петербурга это реально было какой-то шок-фактором. Значит, в этом городе был один бар-ресторан-кофейня-все, что угодно, и на парковке там были пикапы, какие-то машины, и иногда стояли лошади припаркованные. Я не шучу, абсолютно просто стояли на парковке вот так вот, рядом с траками и машинами лошади. Туда и дети ходили кушать, и взрослые ходили бухать, короче, one-stop-shop такое место было. Дальше рядом с баром там, ну, одна вот улица, одна улица так, одна улица так и так, все, три улицы и до свидания. На этом же перекрестке стоял магазин, ну, вот такой, знаете, магазин, как заправка. Там заправки в этом городе не было, но вот такой магазинчик, знаете, при заправке можно купить там и туалетную бумагу, и мороженое, но все очень как-то таком скутненько. И в задней комнате этого магазина, где лежало все мороженое, да, морозилки сидели, там же стояло кресло, и там можно было покрасить волосы, подстричься, то есть владелец магазина продавал свои жвачки, а его жена стригла в морозилках всех людей в этом городе. Я это реально не придумываю. Это была такая ситуация, но сейчас как-то я вспоминаю, я хотя там и была, у меня все равно это какой-то шок-фактор. Повсюду бегали олени, тюлени, коровы, свиньи, дети гуляли своих поросенков, вот так вот на поводочке, знаете, как собак, разбуливали своих поросенков, чтобы у них были побольше мышцы, чтобы они могли подороже продать свою свинину. Вот. Вот так, да, потому что оказывается, если ваша свинка много спортом занимается, она, у нее, ее жировые клетки становятся более мускулисты, я не знаю смысл, но они реально гуляли со свиней со своей вот так на поводке. Вот такое было расположение. В этом городе наш тренер по легкой атлетике, он же был и мэром этого города, короче, там все знали друг друга абсолютно, и если ты в этом городе в первый раз, все на тебя зырятся, кто это такой? То есть все знают, что ты чужой, сразу, абсолютно, потому что все друг друга знают по имени. Когда я туда приехала, естественно, я была совершенно чужой, никто не знал, кто я такая, но им это еще более-менее привычно, поскольку школа у них очень маленькая, эта школа существует только по той причине, потому что они разрешают exchange students, да, студентами иностранцам приезжать и обучаться там на год, потому что иначе школа бы не существовала, поскольку недостаточно детей, чтобы государство могло такую школу спонсировать. Так что каждый год у них по там от 8 до 10 иностранцев приезжают ровно на год, и каждый год, когда они приезжают, весь город встает, знаете, на свои ноги, смотрит, кто такие, кто приехал, что там, как у них, что, и вроде они как-то привыкли, но для меня я была просто таким, для них, я не знаю, каким-то НЛО, или как они называются, пришествием, потому что я была настолько городская, настолько они у них не похожи, то есть у меня были там зауженные джинсы, к примеру, они в жизни, никто из них не одевал зауженные джинсы, они не знают, что это такое, они меня смотрели, как ты в этом ходишь, либо у меня были какие-то шорты интересные, футболки, юбки, то есть у них все вот такое рабочие одежды, и поэтому, когда я ходила в каких-то своих нарядах изначально, они на меня смотрели, думали, что это за девочка такая приехала, и я такая, знаете, а где магазин? Они говорят, какой магазин? Три часа езды на машине, там магазин есть, то есть близкий самый город, в котором были просто кино и обычный какой-то торговый центр, да, то есть абсолютно примитивные какие-то вещи, они находились от трех до пяти часов езды на машине от этого города, так что все закупались в городе, приезжали, у них была еда там на две недели вперед, и свои коровы, свое все, огороды и так далее. Вот в этом я прожила два года в Америке, почувствовала, что такое реальное США, а не то, как мы его воспринимаем. Многие из вас спрашивали, школа в Америке, они такие же, как показывают в фильмах, и из-за этого я хотела вам рассказать про эту историю, что мой экспириенс, он немножечко другой, нежели какая-то обычная американская школа, так что я сказать вам точно не могу, но могу поделиться своими впечатлениями, своими ощущениями о том, какая была у меня школа. Начнем, во-первых, вот эти все холлы и локеры, да, вот такие шкафчики, куда ты все складываешь, а как вы видите в американских фильмах, у меня тоже было самое, то есть у всех был свой шкафчик, мы туда все складывали, все приходили, а никакой униформы, ничего такого нету в Америке, ну, в обычных школах, да, если в России там нужны черные штаны, либо юбка, там, пиджак, еще что-то, то тут все очень одевались примитивно, в джинсах, в футболках, в пижамах, там, абсолютно, ну, не парясь, всем все равно, все ходили как попало, это что мне бросилось в глаза первое, потому что я привыкла, у нас сменная обувь, каблуки, юбки, все так красивенько, и тут я пришла, все в пижамах сидят. Во-вторых, я привыкла в России, я не знаю, так же сейчас или нет, мы вот так вот сидели все за партой, руки можно поднимать только вот так вот было, учились там целыми днями, 6 дней в неделю в Америке, это такая расслабуха, все сидят вот так вот, вот так вот, руку свою тянут вот так вот, так что более все чиллинг там было, и для меня это было непривычно, я сидела там за партой вот так изначально, знаете, поднимала руку, на меня все смотрели, как, что с тобой не так, потому что все вот так вот носу ковыряются, сидят, как вы видите в фильмах, то же самое, абсолютно на релаксе, и для меня это был тоже очень такой шокер. Столовки, американские, там, бургеры, хот-доги, такое вот меню, я, конечно, прибавила, как вы знаете, сразу, там, 20 килограмм, я уже не помню, так что столовка такая чисто-чисто американская, и спорт, после все были в спортивных командах, единственное, поскольку моя школа была такая маленькая, у нас не было чердизинга, не было американского футбола, как во всех остальных обычных школах, поскольку для американского футбола там уже человек 20 в команду, а у нас, ну, всего там 10 мальчиков было, 15, да, так что таких команд у нас не было, но у нас был волейбол, баскетбол и легкая атлетика, и я во всех этих спортах участвовала. Какой плюс был такой маленькой школы? Это если ты идешь в крупную школу в США, шансы, что ты будешь заниматься всякими спортами, участвовать во всем подряд, очень маленькие, то есть тебе нужно быть каким-то спортивным человеком, тебе нужно выделяться, чтобы попасть в эту команду, еще что-то. Поскольку у нас не было особо людей, в команду попадали абсолютно все, и я могла заниматься всем подряд, то есть мне не нужно было идти на какое-то там собеседование, вы пробоваться в эту команду, я играла и в волейбол, и в баскетбол, и легкую атлетику, и у меня было свое радио-шоу, у меня там свои программы были, то есть я была очень активная, вы знаете, я женщина активная, и мне эта школа позволяла это делать, потому что не было никакого отбора, вперед, иди, и это очень классно. Короче, что я нашла для вас, и я хотела вам показать в этом видео, потому что я подумала, многим вам будет интересно, я нашла книгу, в каждой школе американской делается ежедневная книга, называется Yearbook, в котором всякие фотографии с того года в этой школе, и самое классное, я вообще была на этом собрании про Yearbook, то есть я была на комиссии, которая создает его. Некоторые страницы в этой книге создала я, фотографировала я, то есть у нас была команда из пяти человек, и мы создали эту книгу. Каждый год выпускается новая книга, и эта книга с моего 12 класса, то есть в этой книге я не вешаю 550 килограмм, как весил первый год в Америке, но я совершенно другая человек, и я хотела вам показать и привести примеры, что я реально все это не придумываю. Так что вот моя книга, извиняюсь за мои ногти, я пойду скоро на маникюр, так что не смотрите на них. И эту книгу все вам подписывают, то есть у меня есть куча росписей и подписей от всех моих друзей, все, кто со мной учился, школьный автобус, кому интересно, да, он есть, вот этот школьный автобус. Если какие-то фотографии будут выглядеть странно, я попытаюсь сфоткать и сверху поставить, потому что я уверена, вам будет интересно. Эту страницу делала не я, она какая-то очень страшненькая, но тут вы увидите мое имя, и что я играла в волейбол. Вот это я, и я тут играю в волейбол. Дальше есть такая традиция в этом городе, есть огромная буква Пи, потому что это город Пейсли, и каждый выпускной класс, каждый год ее разрисовывает, то есть ее можно увидеть со всех сторонах города, на холме огромную такую букву Пи. И мы, когда я была в этом классе, мы ее разрисовывали. Тут вы можете увидеть меня, блондиночку. Я попробую пофоткать, это все ставить сверху. Что у нас еще интересное? Мы играли во всякие прикольные игры. У нас были какие-то... Вот я сижу, чтобы вот эти мальчики сели на мою коленку. Я не знаю, как эта игра называется. И мы переодевались во все подряд, то есть были очень активные. Это я со своей одноклассницей. У нас было свое радио-шоу. Своё радио-шоу. И это мы вот сидим на нашем радио-шоу. Я играла всякие песни Битлз, разговаривала со всем городом. Все ко мне потом вечером подходили и говорили, мы тебя сегодня слушали на радио. Так было прикольно. Это было очень-очень классно. Так, у нас баскетбол здесь. Что еще есть интересненького? А, как вы знаете, что это деревня? Такого вы не увидите ни в какой американской школе. Это называется Данки Баскетбол. Баскетбол на ослах. Мы играли... И я вам показываю, что я реально не придумывала. Играли в баскетбол на ослах. Данки Баскетбол. Кстати, я не очень хорошо играю в обычный баскетбол, но в Данки Баскетбол я просто всех убила. Также я была президентом моего общежития. У нас был такой Student Council. Там был президент школы, президент общежительства. У нас было там 5 человек. И я, как видите, активная. Я на всех фотографиях, на всех страницах. Блондиночка была президентом вот этой... Вот этой... Это тоже я у нашего школьного автобуса. Поскольку я была еще... Короче, если вы уже поняли из этой книги, из всего, что я сказала, я участвовала абсолютно во всем. Также, также... Также у нас делали лист, из которых люди голосовали про наши персоналити. То кто... У кого самая лучшая мода там? Кто будет президентом? И все голосовали. И я всегда выигрывала Best Dressed. То есть, лучше всего была одета. И The Most Beautiful Eyes. Самые красивые глаза. То есть, это две категории, которые я всегда выигрывала. Также я была отличницей. Поэтому у меня фотографии тут на стороне отличников. И я занималась легкой атлетикой. Правда, я не очень спортивная девушка. Бегать не умею. Так что я кидала... Как я не знаю, просто называется. Кидала диски. Кидала вот эту... Вот эту вещь. И вот эту вещь. Ну, поняли. Я не знаю, сейчас найду вам фотографию, покажу. Где я тут что бросаю. А вот мое очень сконцентрированное лицо. Я тут метаю... Метаю по легкой атлетике. Также у нас были всякие танцы. И они все были в каких-то барнах. Я не знаю, там с коровом... С говном коров. Ковбойских сапогах. Знаете, без всяких платьев каких-то. И поскольку я была выпускником, у меня есть своя страничка в этой книге. Это все про меня. Моя какая-то биография. Фотография с выпускной. Фотография у меня маленькая. И какие-то другие фотографии. Я поставила это на русском флаге. Не спрашивайте, почему я сделала такое. Решила так это сделать. Но вот так вот. Ну и, конечно, фотографии с нашего выпускного. Вот такая... Мне очень нравится, что у меня есть такая книга на память. Показать вам доказательства моих школьных будней. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам было интересно, неинтересно, не знаю. Но вы меня спрашивали. Так что я рада, что смогла для вас это записать. Спасибо большое за просмотр. Хорошей вам недели, хорошего дня. Я не знаю, когда я это выложу. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии внизу. Лайк. И я вас увижу в следующий раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok